Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Рязанский репортер. На календаре 16 ноября городская среда с вами. Артем Бранов появился очень резко, очень активно в социальных сетях. Буквально несколько дней назад я задавался этим вопросом, а что же делает вице-губернатор Бранов, чем он занимается, почему о нем ничего не слышно, не видно, чем занимается Юлия Швакова, который называют Рязанской дюймовочкой, и как только там не называют, но это дело других телеграммеров, не мое. И вот Артем Бранов начал активно вести свою страницу в социальных сетях. Анна Рослякова стала надежным тылом, судя по фотографии совещания, которые провел Патрушев в Брянске, стала надежным тылом губернатора Рязанской области. На переднем плане Павел Молков и сзади Анна Рослякова. Так что многие аналитики оказались неправы, что раньше времени списали Анну Николаевну. Хинштейн не приехал. Как его не ждали, депутат Госдумы Александр Хинштейн не приехал поддержать Рязанское отделение ВООПИК. Пока, может быть, не приехал, а может быть, и не приедет вовсе. Ну а теперь к городским новостям. Идет активное строительство западного коллектора. Я считаю, это очень важно для Рязани. Поэтому специально выехал туда сюжет для вас. Итак, мы с вами в микрорайоне Семчино. Вот этот железный забор с изображением проведения работ. И есть часть западного коллектора. Остался недострой, который почти 30 лет находился под землей. В настоящий момент у нас выделены средства. И мы должны до конца следующего года завершить эту работу и обеспечить районы Конищево, районы Семчино, Недостоево уже канализации по постоянной уверенной схере. Не могу меня спросить. Заслуга чья-то есть? Сколько лет не строилась, не строилась, не делала. И вдруг, ну это же не из-за воздушного пространства появились деньги. Конечно, это заслуга руководства области. Здесь идут привлечения средств федерального бюджета по программе инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответственно, всего бюджет проекта у нас 842 миллиона рублей, из которых 832 миллиона рублей – это затраты чисто на строительство. Для вас, как для исполняющих обязанностей, начальника управления капитального строительства, является неожиданностью вот такой, скажем, резкий рост микрорайона Семчино или все-таки он был прогнозируем? Ну, и развитие города было прогнозировано, как я уже сказал, с 80-х годов был прогноз на рост города. Соответственно, для нас это не стало неожиданностью, но, повторюсь, то, что выделены средства сейчас, это, конечно, заслуга руководства области и то, что назрела действительно необходимость в этом сооружении. И такой заключительный вопрос – по организации работы. Понятно, что вы контролируете периодично, регулярно. Все идет по графику, и когда по плану должны прекратить, закончится работа. Значит, у нас всего наш проект двухлетний. Заканчиваем мы в декабре 2023 года. В настоящий момент у нас ориентировочно выполнено 50%. Вторые 50% будем выполнять в следующем году. Ну, 16 ноября, что у нас тут? У нас разные участки, и проходка идет сейчас у нас, то есть, прохождение горной выработки, там, щитовая проходка. Крепимся там тюбингами, и бетонирование идет одновременно. То есть, мы совмещаем несколько видов работ одновременно сейчас. Бетонируем, протаскиваем трубы. Вот это вот протаскивание мы, к сожалению, не увидим, потому что специфика, ну, не позволит вам сейчас в данный момент спуститься туда и что-то там снять. Хотя интересно тоже будет, может и зрителям в том числе. А специалисты могут снять на будущее этот момент, который там внизу находится? Периодически строительному контролю я отправляю, и наше руководство тоже самое отправляет снимки там, по мере того, как работы двигаются на определенном участке. Мы какие-то моменты фиксируем, отправляем, чтобы они там сравнили, что было, что стало. И вот так вот постепенно, оно постепенно отражается. Можем сейчас вот на участок зайти. Этот ствол практически готов, практически готов, там за малым исключением. Сейчас. Виктор Викторович, пожалуйста, пока не сверкайте. Вот это вот обыкновенный шахтный ствол, глубина у него 17 метров. Вот отсюда, если посмотреть, только, пожалуйста, поаккуратней. Вот отсюда, если посмотреть, вон там, видите, внизу немножко присутствует водичка. Вот. Это дно, это дно, скажем так. И вот здесь вот полки, это вот полки, они смотровые. Сам колодец от земли, вот практически под нами, это вот мы сделали, отшили, чтобы вода сюда не стекала. Пришлось нам тут мешками все это сделать, перекрывать. А сам колодец, вот его, это, естественная глубина. И от него будет до поверхности 2 метра еще. И вот эта вот конструкция, она, скажем так, будет стоять вечно. Пока существует Семчино, Рязань, я думаю так. Потому что будет покрываться еще специальной изоляцией, которая не позволит разрушению бетона там произойти и все такое. А это вот у нас, получается, эти вот балкончики, это смотровые ходки. Вот то, что он сейчас варит, это времянка на тот момент, пока там будет производиться работа. Чтобы люди не упали, чтобы они по времянке могли спуститься туда вниз. Продолжают воровать люки на канализационных и водопроводных колодцах. Поэтому муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» их меняет. По той справке, которая стала мне известна, по состоянию на 1 ноября, более 200 люков было украдено. И около 600 люков было заменено. И люки стали из, вместо чугуна, они стали из композитных материалов, из пластика, из прорезиненной. В общем, такие, которые пункты в Торчер Мета не принимают. Хотел подробно рассказать о дизайн-коде. И, конечно, расскажу о нем, но начну с ляпа. Буквально вчера мне прислали обложку презентации. И вместо 1095 года на ней значится другая дата. 1905. Мне кажется, в разработке дизайн-кода принимали какие-то пламенные, вернее, потомки пламенных российских революционеров. Шутка, конечно, но Елене Сорокиной явно не до шуток. Долго лично я и многие другие коренные рязанцы ждали, когда же вот эта олеповатость, вот эта пестрота вывесок будет приводиться в порядок. И Рязань будет иметь какой-то свой колорит, свое что-то приятное. А не дым из промышленных труб, не эту отраву, которой мы дышим. С этим тоже надо бороться. Но в городе должно быть все прекрасно, перефразируя знаменитую фразу. И внутреннее, то, чем мы дышим, и внешнее, то, на что смотрят наши глаза. Но, я думаю, это уже второй случай, когда подчиненные главы администрации Рязани допускают, на мой взгляд, очень серьезные ляпы. Это никоим образом не красит прежде всего администрацию города, ведь вот эти ляпы видят не только рязанцы, но и жители других регионов. Обещал вам, но не сдержал обещания рассказать, как монтируются новые светильники, как вообще работа идет. Связался я с первым заместителем директора ДБГ Анастасией Зайцевой. И мы с ней договорились, что сниму полноценную программу, как вообще их делают, как их монтируют. И почему, она мне пояснит, я думаю, появилась вот эта вот фотография в одном из телеграм-каналов с едкой такой надписью. Нет, это не Киев, это центр Рязани. Света нет. И завершает нашу сегодняшнюю программу экскурсия по этим вот дорогам, которые за моей спиной. Они находятся на окраине Рязани. Это улица Шаповская в Дягилеве. А вот и Шаповская улица. Я даже, честно говоря, из названия такого не знал, что в Рязани есть. Поселок Дягилева, жители которой этой улицы обратились ко мне. Но вот как машина едет, да, хотя едет еле-еле, видно, какая тут, с позволения сказать, дорога. А ведь каждая дорога в России должна везти к храму. Шутка, конечно. Но в каждой шутке только доля шутки. Объедение водоема. До конца маршрута 200 метров. Вот, до конца маршрута 200 метров. Что-то изменится или нет, мы посмотрим. Дальше только хуже. Вот такие лужи. Дальше я не поеду. Дальше еще хуже. Ну, сами поймите, если даже вот у нас напротив моего дома застревает пожарная машина. Не говоря уже о скорых. Сколько мы скорых вытаскиваем? Что здесь говорят? Здесь надо показывать и смотреть. Так же ведь не может продолжаться. Все машины уже заезжают, можно сказать, на зеленую зону, чтобы проехать. Во-первых, начиная с того, что людям невозможно пройти. У нас остановка 20 минут находится. И чтобы до нее добраться, это просто надо преодолеть какой-то квест. Найти какую-то тропинку, чтобы добраться до транспортной остановки. Это первое. И как сказал вот мой сосед, что стрянет и скорая. Они просто не доезжают до того дома, до вызова, вместо вызова. Потому что там нет дороги. Они останавливаются, нам сигналят. И потом мы идем. А если человек лежачий? Они, врачи, выходят из этой скорой и пешком добираются до этого дома. Потому что сама скорая проехать не может. Как дальше уже быть, никто не знает. Сколько лет вот эта история творится? Ну, она с каждым годом все больше ухудшается, скажем так. Много уже. Потому что мы даже знаем... Ну, много это понять такое. Астрактно. С 70-х годов ничего не делалось. Вот каждый, кто может, около себя вот сыпет. Что-то вот высыпаем. Опять снег, опять дождь. Потому что дорога неправильна. Она должна быть чуть сверху. Она опять вся вода внизу на дороге. И все размывается. Вот то, что вот лужа, внизу лужа, щебенка. Это та, которую положили еще около 70-го года. Вот мы... Расстаня, скажи, куда обращалась. Начну с самого начала. Обращалась с августа месяца к нашему депутату Шишову. В ее приемную, в его приемную звонила на протяжении двух месяцев. Просила, чтобы нам привезли две-три машины этой крошки. Вот основные вот эти вот лужи засыпать, засыпать. Вот в частности, я говорю вот про переулок, который с Дашковской улицы, к нам на Шаповскую. Мне хотелось бы вам еще его показать. Это такое убитое место. Там ни пройти, ни проехать. И вообще, вам стоит проехать по всей нашей улице. Дороги безобразные. В общем, мне отказали, что в сентябре будут выборы. После выборов мы обратим на вас внимание. Потом, постоянно, я говорю, на протяжении двух месяцев звонила. Крошки нет. Позвоните в следующий раз, на следующей неделе. В общем, все безрезультатно. И я решила, я решила в октябре месяце написать письма. А, еще к префекту я ходила сюда, на Московское. Префект сказал, ничем помочь в данный момент не можем. Крошка отсутствует. Как она может отсутствовать, когда я вот два дня назад была около автомобильного училища. Там такие ремонтируют дорогу. Там такие горы этой крошки. Вот в данный момент. В данный момент. Вот неужели нельзя вот на сегодняшний день привезти вот несколько машин. Ну вот, как говорится, голь на выдумке хитра. Вот из этого склада, с произвольного кирпичей, они перемещаются сюда. Ну, да. Конечно, трудно поверить, что это окраина города Рязани. Но можно подумать, что это какая-то глухая деревня. Эти дороги нам построила Надежда Николаевна Чумакова. Когда нам новую школу 30-й построили, это было конец 60-х годов. Конкретно 68-й год. Здесь нам асфальтировали все. Провели нам телефон. Телефонные будки были на каждой улице. Подключили нам фонари. Сделали освещение. Освещение. И мы стали себя чувствовать горожанами. Да? Да? А сейчас как себя чувствуете? А сейчас я не знаю, трудно сказать, горожане мы или нет. Это же не единственная проблема. Какие еще проблемы здесь у вас? Ну, проблема у нас, во-первых, главная. Это если мы живем в таких условиях, что у нас нет дорог, что у нас такое слабое освещение, у нас не оборудованы мусорные площадки. Почему мы платим по городским тарифам? Мы платим, как город, за выбор мусора. Мусорных плащадок нет? Нет. Контейнеры? Нет. А куда же вы мусор деваете? Собираем пакеты, раз в неделю вывозит машина. Мы ставим в кучку. В кучечку направо, дома. В кучечку ставлю, она останавливается, два мальчика закидывает эти пакетики и так далее. Несколько домов, мол, в одну кучечку. Ну, как вышел и поставил. А вы обращались куда-нибудь по этому поводу? Обращались. Насчет контейнеров площадок? Обращались. Обещали поставить в 2023 году. Опять же, целевое финансирование. У нас нет даже в Дягиле аптечного пункта. Ближайшие 5 моли, до которых нужно добираться полчаса. Ну, только если я так побуду с вами здесь еще полчаса, то тут еще 50 проблем найдется, да? Ну, на нас никто внимания не обращает вообще. И писали, и звонили. Я неоднократно обращалась в администрацию города, одни отписки. Одни. Сорокин обещал засыпать Шаповскую крошкой. Вот в этом году. Бесполезно, год кончается. Аптечный пункт тоже обещали. У меня есть ответ от администрации города насчет аптечного пункта. Все дорого, никаких... Ну, в общем, не хотят они ничего делать. Продолжаем программу. Уважаемые подписчики и гости канала «Резонский партик». Причина проста. В первой части сегодняшнего выпуска я сказал о ляпах, которые допустили при оформлении дизайн-кода, документации дизайн-кода. Программа была записана. Но пришло сообщение, которое я не могу не обнародовать. Администрация Рязани сообщает, заказчиком работ по дизайн-коду города выступило Агентство развития туризма Рязанской области. Изображение с ошибочной датой опубликовано в качестве оформления страницы агентства по теме дизайн-кода. В самом документе, утвержденном постановлением администрации города Рязани от 8.11.22.9157 и размещенном на официальном сайте администрации города Рязани, ошибки не содержатся. Ошибка в изображении на сайте агентства оперативно устранена. Скрины прилагаются. Исходного документа и сайта с исправлением. Работа над ошибками проведена оперативно. Ну что же, так если решил продолжить, значит продолжаю. 16 ноября на комитете по социальным вопросам Рязанской гордумы были озвучены цифры расходов на разного рода празднования и массовые мероприятия. И почему-то мне думается, что эти самые расходы верстали женщины. Объясню. На весь следующий год 8,3 миллиона рублей задействованы будут на празднование и массовые мероприятия. Из них 1,2 на Новый год и Рождество. На День города такая же сумма. На празднование Международного женского дня 800 тысяч. День победы 1,1 миллиона. Еще одна статья это на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Это 3,8 миллиона рублей. Но почему-то День защитника Отечества там в этой статистике расходов на будущий год не приводится. Приведу прямую речь губернатора Павла Молкова, которая прозвучала на сегодняшнем заседании правительства области. Территорию торгового городка надо оживлять и как можно быстрее. Думаю, что до Нового года мы уже вполне сможем презентовать жителям итоги первого этапа реконструкции и открыть его для посещения. Таким образом, глава администрации вязания Елена Сорокина должна освоить еще и профессию реаниматолога. На этом пока все. Даст Бог, увидимся!